И вновь срочнейшие новости. Великой и всеми любимой Fallout 76 начали ненавидеть коммунизм. А всё из-за одного коллектрона с партийной установкой. Коллектронов можно приобрести во внутриигровом магазине и направить их на сбор ресурсов. Только вот коммунистический коллектрон уже стал самым ненавистным роботом в игре. Вместо того, чтобы приносить ресурсы игрокам, робот предпочитает раздавать им бесполезные агитационные коммунистические брошюры. Это же говно бесполезное. Что робот-коммунист может притащить одну гранату или один ящик яблок и около 40 листовок, с которыми совсем непонятно что делать. При этом самое забавное, что данный робот похоже родился из-за ошибки. После того, как множество игроков пожаловались на бесполезность робота-коммуниста, Бефезда принесла извинения и заявила, что проверит его и всё исправит. Так что, вероятнее всего, коллектрон-коммунист не должен был так работать. Но согласитесь, от этого робот стал только интересней. Одного у Бефезды не отнять. Они делают самые лучшие запоминающиеся баги в игровой индустрии. Про это можно отдельный ролик отснять, как думаете? Отпишитесь по этому поводу в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы попасть в банду бобросуслов до первого миллиона. И застолбите себе уже место в группе в ВК. Ведь на канале вас ждёт куча видосов. Роботорговля в игре для детей. Самые масштабные битвы в истории ММО. Самый анархичный сервер в Майнкрафте. Всё это здесь есть. А подписка и колокольчик не позволят вам пропустить новинки. Так что подписывайтесь и расслабляйтесь, вдыхая ароматный кофе-чай. Ведь с вами был Джать. И мы начинаем. Хотя стоп, хотел спросить. Каким браузером ты пользуешься? Opera GX. Opera GX. Я подтверждаю, хороший браузер. Чтобы точно быть в курсании по 2.0 GX. А если ты смотришь видео со смартфона, переходи по ссылке в описании, указывай свою почту. И разработчики заботливо отправят на неё ссылку на скачивание браузера. Прокачай игру вместе с GX. Пингвиньи Орги. Клаб Пингвин Онлайн. Я начинаю убеждаться, что единственная форма медиа, способная вызвать у меня дискомфорт и напряжение, это детский контент. Современным режиссёрам и разработчикам приходится лезть вон из кожи, чтобы заставить зрителя и игрока чувствовать себя неуютно и испытывать страх. Они придумывают новые формы психологического давления, делают жестокие сцены натуралистичней, но похоже они смотрят совсем не в ту сторону. Ведь зачем выдумывать новые способы поразить человека, когда детская игра от 12-летней давности раскрывает низменные человеческие пороки, вызывает психологические проблемы и нагоняет лютый дискомфорт. Это игра Клаб Пингвин. ММРП 2 для детей 2005 года, созданная компанией Дисней, где мы в роли пингвина могли общаться с другими пингвинами, играть в мини-игры и участвовать в праздниках. Несмотря на такую простоту, Клуб Пингвинов обрёл колоссальную популярность у людей всех возрастов, собрал 200 миллионов активных игроков, породил кучу клонов и по сути превратился в мем. Люди наслаждались уютом и позитивом этой ММО и с радостью участвовали в благотворительных акциях. Каждый год в декабре пользователи Клуба Пингвинов заносили больше миллиона долларов в фонд добрых дел. Деньги тратились на здравоохранение, экологию и постройку приютов. Можно сказать, что на Западе Клуб Пингвинов воспитал целое поколение людей. Поэтому неудивительно, что закрытие серверов Клуба стало печальнейшим событием для многих. На Ютубе последние минуты жизни Клуба Пингвинов посмотрело больше 13 миллионов человек. И некоторые из них, конечно, не смогли смириться с потерей игры. Поэтому стали появляться неофициальные сервера, самым популярным среди которых стал Клуб Пингвин Онлайн. И на этом моменте всё пошло не так. Несмотря на то, что энтузиасты добыли исходный код Клуба Пингвинов и вернули его к жизни без изменений, кое-что всё же отличалось. Отсутствие модерации. На некоторых серверах следить за всеми игроками не было возможности, а на других серверах модерации фильтров запрещенных слов не было вовсе. Поначалу было не страшно. Все просто баловались возможностью материться, но совсем скоро всё вышло из-под контроля. Сервера заполонили все виды угнетения, российские гомофобные высказывания, пингвины начали заниматься изощрённым виртуальным сексом у всех на глазах, появились бордели и стриптиз-клубы, а также на улицы вышли пингвины-проститутки, отдающиеся за виртуальную валюту. В конце концов, пользователи стали знакомиться в Дискорде и заниматься виртом через Zoom, а владельцам серверов до этого не было дела, ведь они были заняты войной за аудиторию. Последние полгода между самым популярным сервером Club Penguin Online и другими неофициальными серваками происходила настоящая Игра Престолов. Конкуренты шли на всё, чтобы уничтожить друг друга. Оплачиваемые ДДОС-атаки, взломы пользователей, шпионаж, шантаж интимными фотографиями и переписками, взятки. Такое ощущение, что вокруг Club Penguin образовалась кибер-мафия, что по сути так и есть. Дело в том, что благодаря карантину количество пользователей Club Penguin увеличилось до 7 миллионов, а такая аудитория привлекает рекламодателей. По некоторым данным, владельцы самых успешных неофициальных серверов Club Penguin за несколько месяцев заработали почти 9 тысяч фунтов стерлингов или 800 тысяч рублей. Понятное дело, что каждый владелец сервера хочет зарабатывать столько же, поэтому уничтожает конкурентов любыми способами и показывает всем, что его сервер самый лучший. В таких условиях отсутствие модерации только приветствуется, ведь пингвини-секс привлекает больше людей, в большинстве своем подростков и детей. А вот это уже привлекло журналистов BBC, которые решили проверить, насколько сильно детская игра погрязла во взрослых пороках. И долго искать скандальные поводы не пришлось. За 5 минут, проведенных в игре, журналисту BBC предложили полизать яйца, купить интим-фотографию и показали дом с расистскими высказываниями на все стены. После поднявшегося скандала, Дисней начала проверки и потребовала прекратить работу серверов, ведь весь контент по Клаб Пингвин все еще принадлежит компании. А в Лондоне задержали одного из сотрудников такого сервера, по слухам, за хранение детской порнографии, но это не точно. Охеренно, бля. Вот вам и детская игра. Добро и уют внезапно сменились борделями, оргиями, дедос-атаками и абсолютной токсичностью. По сравнению с Клаб Пингвин, ни одна жестокая игра не сможет вызвать столько негативных эмоций. Цветочная монополия. World of Warcraft. Если ты играешь в ММО, то рано или поздно тебя настигнет один вопрос. А как заработать? Трудно им не задаться, когда вокруг модники в золотой броне со стразами и в окружении маунтов в виде тентакли грифа кошечек. Тоже ведь такого хочется? И хорошо, если ММО старое, как World of Warcraft. В интернете полно гайдов, как добыть голды. И если следовать этим гайдам, то скорее всего вы займетесь травничеством. Собирая листочки и корешки, можно неплохо заработать. Да и варка зелий принесет немало пользы. И все бы хорошо, только вот ни в одном... Я в этом кучу бабла поднимала. Гайди не напишут, что делать при встрече с профессиональными игроками, которые вышли на другой план существования и создают свою мета-игру с монополиями на растения. Несколько месяцев назад все травники World of Warcraft столкнулись с этой проблемой. Дело в том, что в игре есть черный лотос. До недавнего момента одно из редчайших растений в игре. Оно растет только в четырех локациях в одном экземпляре на каждую и спавнится лишь в нескольких определенных местах один раз в час. Добыть такой цветок очень сложно. Приходилось блуждать от одной точки спавна к другой в надежде хотя бы увидеть черный лотос. А таких же травников как ты еще с десяток. Поэтому на добычу цветка могли уйти месяцы. Но если повезет, цветок можно было выгодно продать или сделать отличное зелье для рейдовых подземелий. Только вот профессиональные игроки свели шанс найти черный лотос буквально к нулю. Несколько группировок на разных серверах выстроили монополию вокруг добычи черного лотоса. И никто бы о ней не узнал, если бы один игрок из этой группировки не похвастался на реддите методом, которым черный лотос собирают в бесконечных масштабах. Информацию этот геймер уже отовсюду потер, но интернет помнит. Оказывается, монополисты прибегают... Из-за вот таких долбанатов все это и крашится. Всегда найдется конч, который захочет похвастаться тем, что «А, смотрите, как мы других наебываем!» Ну да. Бегли к мультибоксу, заводились десяток аккаунтов с персонажами первого уровня, подбегали к монстрам, умирали и в виде призрака бежали на известные точки спавна черного лотоса и просто там стояли. Запустив еще несколько окон с World of Warcraft и повторив процедуру, экран монополиста буквально превращался в систему слежения какого-нибудь магазина. Все, что оставалось сделать игроку, это смотреть на призрачные камеры и ожидать появления черного лотоса. И когда он спавнился, основным персонажам с прокачанным травничеством прибежать на нужное место и забрать цветок. В таких условиях обычным игрокам даже посмотреть на черный лотос было проблематично, не то чтобы его собрать. Купить растение на рынке тоже было почти невозможно. На некоторых серверах всю добычу черного лотоса держало всего несколько игроков, и они могли выставлять по три сотни золотых за один бутон. Продав всего пару-тройку таких цветков, можно было не напрягаясь купить любое снаряжение и любого маунта. Подобные схемы, конечно, не понравились игрокам, и тем массово отправились в поддержку Близзард. Близзард, оценив ситуацию, оповестила всех, что переработают черный лотос, расширят зону его появления и сократят время его спавна, что они и сделали, обрадовав одну часть игроков и неимоверно расстроив другую. Дело в том, что Близзард перестарались, И изменения настолько обесценили черный лотос, что он стал почти что мусорным предметом. И те игроки, которые долгие месяцы провели за честным поиском растения, почувствовали себя униженными и обманутыми. Цветок-то на то и назывался редким, что его было трудно добыть, а теперь этот цветок совершенно никому не нужен, даже тем, кто просил Близзард исправить проблему с монополией. Лучший день рождения в галактике. EVE Online Абсолютно все, к чему прикасается EVE Online, становится эпичнее на Х20. Если война, так на всю галактику. Если сражения, то самое масштабное в ММО. Если предательство или шпионаж, то с интригами похлеще Игр Престолов. А что насчет более бытовых и непринужденных вещей, таких как день рождения? Ответ очевиден. В EVE Online день рождения может превратиться в веселую вакханалию ценой в миллионы исков. Совсем недавно в EVE Online произошло невероятно трогательное событие. Игроки массово отметили день рождения одного пилота, Чапи-78. Ему исполнилось 42 года, правда праздник омрачился тем, что у него обнаружили рак поджелудочной железы. Врачи предсказали Чапи всего полтора года, поэтому он решил отметить, возможно, последний свой день рождения с друзьями в космосе. С бойней, взрывами и планетами на фоне. Друзья, решив поднять масштабы мероприятия, начали звать своих знакомых. Те начали звать своих знакомых, и так до тех пор, пока разработчики EVE Online не узнали об этом событии. Они спросили, где Чапи собирается устроить праздничную бойню, чтобы там все подготовить, и предложили ему сделать пост на форуме, чтобы собрать всех желающих. Чапи этот пост опубликовал, и о нем тут же узнали все. К нему в Дискорд за пару дней прибежало пару тысяч человек, заполняя Чапи мемами, душевными разговорами и пожеланиями. Эпохальность своего дня рождения Чапи осознал почти сразу. Какую бы систему он не прилетел, где бы он ни находился, внутриигровой Чапи начинал разрываться от поздравлений. Некоторые корабли запускали салюты, игроки дарили ресурсы и устраивали процессии. Вся галактика в едином порыве направила свою теплость в сторону одного именинника. Особенно Чапи впечатлился, когда он совершенно случайно оказался в печально известной системе Уэдаму, где собираются самые опасные убийцы, гангеры и гриферы. Совершенно забыв о безопасности, Чапи влетел в Уэдаму и с ужасом обнаружил, как его моментально окружили 20 кораблей из клана Кот, одних из самых опасных убийц и падальщиков в Ифонлайн. На корабле Чапи собралось немало подаренных ресурсов и валюты, и именинник уже решил, что все потеряет в одночасье. Но командир убийц вдруг сказал, так это ты именинник, поздравляю, куда тебе нужно лететь, мы с парнями тебя проводим. Вместе со злобными гангерами, которые щемили всех подлетавших к имениннику, Чапи долетел до места сражения, системы Туна-Дана. А там уже тусовалось больше 500 кораблей, а совсем скоро это число выросло до 2000. И вот и всех известных альянсов и корпораций, забыв о вражде, пригнали свои лучшие и самые дорогие корабли, чтобы уничтожить их всех до единого, хоть и в постановочной, но эпичнейшей битве. Так и произошло. Разработчики Евы сделали все, чтобы игра не упала во время сражения, а 2000 пилотов поливали друг друга лазерами и ракетами, создавая грандиозное шоу. В конце битвы Чапи попросил уничтожить его линкор Рейвен, и почти 800 человек дали залп по кораблю, поставив небольшой игровой рекорд. Как признался сам Чапи, для него эта битва имела огромный смысл. Можно сказать, что это подытоживание его 10-летней игры в Иф Онлайн, игры, которая однажды его спасла. Будучи ветераном боевых действий в Афганистане, Чапи, как и множество других военнослужащих, не вписался в мирный образ жизни. Он страдал от ПТСР и пристрастился к наркотикам и алкоголю, что отдалило его от жены и новорожденного ребенка. В Иф Онлайн его привели друзья в 2011 году. Чапи и его команда не знали, как правильно играть и просто получали удовольствие от процесса. Накопив на Рейвен, он заполнил его ресурсами и неправильно расположил модули, летая по опасным секторам космоса, пока его не остановила группа игроков и не указала ему на ошибки. Пока они разговаривали, его Рейвен уничтожили. Но убийца внезапно написал Чапи и спросил, «Ты понял, почему я так сделал? Ты играешь неверно. Давай я тебе всему научу». Убийца внезапно подарил ему новый Рейвен, перевел внушительную сумму денег и привел в Pandemic Horde, где его обучали правильной игре в Иф Онлайн. И это событие изменило жизнь Чапи. Он обрел новых друзей, получил поддержку и вновь поверил в себя и свои силы. Поэтому уничтожение Рейвена Чапи на его дне рождения было символическим. Чапи понял, что его линкор был с ним с самого начала, принес в его жизнь смысл, и поэтому с ним нужно было попрощаться громко, эффектно и в эпичном бою. Помимо всего прочего, после дня рождения Чапи упрощил отношения со своим сыном. Как он сам признался в подкасте, сегодня для сына божество. Грустно, конечно, что для этого нужно было заболеть и устроить такой праздник, но если это то, что нужно, чтобы сблизиться с сыном и чтобы он ценил меня, то я прошел бы через все это еще миллион раз. Я очень люблю своего сына. Чапи планирует играть до последнего. Подаренных ресурсов хватает для комфортной игры. А пользователи, в свою очередь, завалили разработчиков просьбой поставить в Тунадане монумент Чапи, а следующую масштабную войну назовут в его честь. И это еще не все истории, о которых я хотел бы вам рассказать. Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить и смотреть новые ролики одним из первых. А также заглядывай в группу ВК и сообщество на Ютуб, там много чего интересного. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока. Ну, печально. Ему дали этот, получается, у него, наверное, какая-то жесткая стадия рака. Ну, с поджелудочной вообще штуки плохи, в принципе. Там, в любом случае, части удаляют, а ничем не заменить ее. Печалька. Блядь, а вдруг у меня поджелудочная болезнь, а не желудок, надо быть осторожней. Она у меня одна. Родненькая. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе было интересно. Ссылка на оригинал в описании, там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Пиши комментарии, оценивай видос, залетай на стримы, смотри другие видео. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok